Мат, сын Матонви. Это четвертая ветвь Мобиноги. Мат, сын Матонви, правил в Гивенеде, а при даре сын Пойла был королем 21 части юга. Это были 7 частей Дифида, 7 частей Морган-Нога, 4 части Кири Дегиона и 3 из Трактиви. И в то время Мат, сын Матонви, не мог прожить без того, чтобы когда он сидел, ноги его не покоились на коленях девушки, за исключением времени, когда он отправлялся на войну. И девушку, что была тогда с ним, звали Гевен, дочь Пебена из Дол Пебен в Арфоне. И она была красивейшей из дев того времени. И Мат всегда жил в Каир Датил в Арфоне и не объезжал своих владений. Вместо него это делали Гилфайтви, сын Дон, и Эфейт, сын Дон, его племянники, дети его сестры со своими дружинами. И девушка эта всегда была с Матом. И Гилфайтви, сын Дон, приметил ее и влюбился так, что не находил себе места. И его вид так изменился от любви к ней, что его трудно было узнавать. И в один из дней Гавидеон, его брат, обратился к нему. «О, юноша!» – спросил он. – «Что случилось с тобой? Отчего ты так печален? Я вижу, что ты худ и бледен и плохо ешь. Брат мой!» – ответил тот. «Я не могу открыть никому причину охватившей меня тоски. Но что же это, друг мой?» – спросил Гавидеон. «Ты ведь знаешь Мата, сына Матонви?» – сказал тот. «Если самый тихий шепот двоих будет подхвачен ветром, он услышит его». «Это так?» – сказал Гавидеон. «Тогда лучше молчи, ибо я знаю твои мысли. Ты влюблен в Гевин». «И вот, что сделал Гилфайтви, когда брат сказал ему это, и издал самый тяжкий в мире вздох. «Погоди, вздыхать, друг мой!» – сказал Гавидеон. «Может, статься с моей помощью, ты добьешься своего? Я подниму весь Гвинет и Поуис. И Дахьюбард, – сказал он, – и Дахьюбард, – сказал он, – чтобы ты смог получить эту девушку. Поэтому возвеселись, и ты достигнешь желаемого с тобою». «И после они пошли к мату сына Матонби. Господин, – сказал Гавидеон, – слышал я, что на юге появились звери, невиданные на этом острове. И как же их зовут? – спросил тот. «Свиньи, господин. И что же это за звери?» «Это небольшие звери, но их мясо вкуснее, чем говядина. И кто же им владеет? И кто же ими владеет? Их хозяин Придери, сын Пойла. Их прислал ему Араун, король Аннуина. «Хорошо, – сказал король, – и как же нам это быть? Я сам, господин, отправлюсь к нему с дюжиной спутников под видом бардов и выпрошу свиней. Он может отказать тебе, – возразил король. «Я не так плохо умею просить, господин, – сказал Гавидеон, – и я не вернусь без добычи. Что ж, – сказал король, – тогда иди». Итак, он вместе с Гильфайтви, с десятью другими людьми отправился в Кириадегион в место под названием Рудлан Тейви, где был тогда двор Придери. Они приняли вид бардов и шли с песнями и музыкой. И той же ночью Гавидеон явился к Придери. «Я буду рад, – сказал Придери, – услышать от вас какую-нибудь историю». «О, господин, – ответил ему Гавидеон, – по нашему обычаю, когда мы приходим к столь знатному мужу, в первую ночь с ним говорит главный бард, – я с радостью поведаю тебе удивительные истории, которые знаю». Гавидеон был лучшим рассказчиком в мире, и всю ночь он развлекал короля и его свитую историями и беседами так, что все были очарованы, и сам Придери говорил с ним. «Господин, – сказал он наконец, – может, пришла пора прислать к тебе другого барда?» «Нет нужды, – ответил Придери, – ты лучший рассказчик. «Тогда выслушай мою просьбу, – сказал он, – дай мне одно из тех животных, что прислал тебе из Аннуина. Не было бы ничего легче, – сказал Придери, – если бы не договор с моими людьми, которым я обещал никому не отдавать этих животных, пока их число не удвоится». «О, господин, – сказал Гавидеон, – это легко исправить. Сейчас я не прошу тебя, свиней, а завтра покажу тебе, на что ты сможешь обменять их без ущерба для себя». И той же ночью он собрал на совет своих спутников. «Друзья мои, – сказал он, – нам не отдадут свиней просто так. На что же, – спросили они, – можем мы их обменять? Сейчас увидите, – ответил он. И он показал свое искусство, сотворив чудесные вещи. Он сотворил дюжину коней, дюжину борзых, белых, без единого пятнышка, и дюжину ошейников и поводков для них. И никто без из видевших их не догадался бы, что эти вещи не из золота. И он сотворил дюжину, седел для коней, каждая часть которых была из железа, покрытого золотом, и такие же уздечки. И со всем этим он пришел к придурин. «Привет тебе, господин!» «Сказал он, – благослови тебя, Бог, – ответил тот. «Господин, – сказал он, – ты сказал мне прошлой ночью, что не можешь ни продать, ни подарить своих свиней. Но ведь ты можешь обменять их, и я дам тебе за них эту дюжину коней, которых ты видишь, и их седла с уздечками, и дюжины борзых, и их ошейники с поводками, и дюжину золоченых щитов, что ты видишь там. В щиты же он обратил шляпки грибов. «Что ж, – сказал придурин, – нам надо посоветоваться». И он созвался их людей на совет. И они порешили отдать свиней Гвидиону и взять за них коней и собак, и щиты. И они отправились в путь, захватив с собой свиней. «Друзья мои, – сказал Гвидион, – нам придется поспешить. Волшебство сохранит силу лишь до утра. И той ночью они дошли до высочайшего места Керри Дегиона, которая по этой причине получила имя Мох-Древ. На другой день они продолжили путь, прошли через Эленид, и к ночи оказались между Керри и Арпистли, в месте, которое тоже называется с тех пор Мох-Древ. И потом они отправились дальше и дошли до места в полусе, что зовется по этому Мох-Нант, и заночевали там. И после они дошли до Кантри-Фрос. И в месте их ночевки после возникла деревня, называемая также Мох-Древ. «О, друзья, – сказал Гвидион, – мы должны скорее достичь с этими животными Гвинида, ибо за нами уже отправилась погоня. И они дошли до высочайшего места Арлехведа и устроили там загон для свиней. Поэтому деревня, появившаяся там, стала называться Креувирион. И после этого они пришли к Мату, сыну Матонбе, который ждал их в Каир, Татю, и они нашли короля и народ в волнении. «Каковы ваши новости? – спросил Гвидион. – Придори отправил двадцать и один отряд воинов за вами, – ответили ему. – Странно, что они не нагнали нас. – Где же те животные, за которыми вы ездили? – спросил Мат. – Они укрыты в загоне недалеко отсюда, – сказал Гвидион. И тут они услышали звук рога, призывающий к оружию, и вместе с своим войском отправились к Пенарду в Арфоне. Но той же ночью Гвидион, сын Дон, и Гилфайтви, его брат, вернулись тайно в Каир, Татю, и Гилфайтви, соединился с Гевин, дочерью Пебина, на ложе короля Мата против ее воли. И утром следующего дня они вернулись в то место, где был Мат, сын Матонбе, с войском, со своим. И собрался совет с их участием, чтобы решать, на какой стороне горы лучше встретить, придори и людей юга. Было решено собрать войска Гвинида в Арфоне и расположить их между двух селений Минаур-Пенарт и Минаур-Коэт-Алуи. И придори напал на них, и в битве обе стороны понесли тяжелые потери, и люди юга отступили к месту, которое называется Нанткал. Войны Гвинида преследовали их и убили великое множество, и они бежали до моста, называемого Долг-Пен-Маем, где они остановились и решили просить мира. И придори отправил посланцев для заключения мира. Это были Горди, Гвастра и 24 знатных юноши. И он также предложил Мату вместо поединка воинов устроить поединок между ним самим и Гвидеоном, сыном Дон, который был главным виновником раздора. Это предложение отошло до Мата сына Матонбе. Клянусь Богом, сказал он, если Гвидеон, сын Дон, захочет этого, то я соглашусь, но я никогда не буду заставлять кого-либо сражаться за себя. Придори читает, сказали посланцы, что будет справедливо, если человек, обманувший его, встретится с ним в поединке, дабы не подвергать опасности жизни других. Но я не стану побуждать моих людей сражаться, пока я сам не выйду на бой с Придори. Я с удовольствием померяюсь с ним силами. И этот его ответ передали Придори. «Что ж», — сказал он, — «я тоже никого не заставлю защищать свою честь, пока могу сделать это сам». И они вооружились и встали друг против друга, и начали бить сям. И мощью Гвидеона, соединенной с чарами, Придори был сражен. Его похоронили в Маэн-Тивок у подножья Филиндрик. И там была его могила. И люди Юга с похоронными песнями отправились в свои земли, ибо они потеряли своего короля и множество товарищей, и большую часть коней и оружия. А люди же Гвенида вернулись домой с победой. «О, господин», — сказал Гвидеон, — «Мату мы не должны удерживать заложников, которых нам дали люди Придори для заключения мира. Мы освободим их», — сказал Мат. «Эти заложники были отправлены в Салет за армией Южан. После этого Мат вернулся в Кэр-Датилд, а Гилфайт Ви Синдон со своими людьми не поехали ко дворцу, а удалились объезжать Гвинет. И Мат вошел в свои покои и увидел место отдыха, приготовленное для него так, чтобы он мог поставить ноги на колени девушки. Как он это делал? «О, господин мой», — сказала тут Гевин, — «найди другую девушку, кто будет удержать твои ноги, ибо я стала женщиной». «Что же с тобой случилось?» Спросил Мат. «Надо мною сотворили насилие, господин, хотя я кричала и сопротивлялась, и все при твоем дворе слышали это. И это дело рук твоих племянников Гевидиона и Гилфайт Ви, сыновей твоей сестры. Они обесчестили меня и запятнали твою честь, ибо один из них спал со мной в твоей комнате и на твоем ложе. «Что ж», — сказал он, — «я сделаю все, что смогу, я защищу твои права, я сделаю тебя своей женой и дам тебе власть над всеми моими землями». А они не вернулись ко двору, но продолжали объезжать земли, пока не дошла до них весть, что они лишены всех прав. Сначала они не хотели возвращаться, но наконец пришли к Мату. «Господин», — сказали они, — «мы в твоей воле, что же мне сотворить с вами?» — спросил он. «Делай с нами, что хочешь, мне в наших силах вернуть тех людей добро, которых я лишился из-за вас. Не можете вы отплатить из-за моих бесчестий, из-за смерти, придари, но раз уж вы пришли, я назначу вам наказание». «И он поднял волшебный жезл и ударил им в Гилфайтве, и тот превратился в олениху, и ударил их в Видеона, который хотел убежать, и тот стал оленем. «В наказание я велю вам жить вместе, как диким зверям, облик которых вы приняли, и у вас будет то же потомство, что и у них. Через год в этот же день вы придете ко мне». И ровно через год он услышал шум за стенами дворца и лой собак. «Посмотрите, что там!» — велел он слугам. «Господин!» — сказали ему. «Там олень с оленихой и с детьми их имен». Услышав это, он встал и вышел на крыльцо. И там он увидел трех зверей — оленя, олениху и прелестного олененка. И тогда он поднял свой жезл. «Тот из вас, кто был этот год оленихой, станет диким кабаном, а тот, кто был оленем, станет свиньей». Сказал он и ударил их железом. «Но детеныша я беру на воспитание». И он дал ему в крещении имя Хиддин. «Идите же и будьте животными, в которых я обратил вас, а через год приходите ко мне в этот же день вместе с потомством». И через год он услышал лазь собак и шум за дворцовые грады. Тогда он встал и вышел наружу. Я увидел трех зверей. Это были дикий кабан, дикая свинья и с ними маленький поросенок. «Что ж», — сказал мат, — «я возьму его и воспитаю». И он ударил поросенка волшебным жезлом. И тот превратился в прекрасного юношу с каштановыми волосами. И в крещении он получил имя Хиддин. Им же он сказал, «Тот из вас, кто был кабаном, в следующем году будет волчицей, а тот, кто был свиней, станет волком». И он ударил их жезлом, что они превратились в волка и волчицу. «Вы будете носить облик этих зверей в течение года. Через год приходите сюда. Приходите сюда же вместе с вашим потомством». И в тот же день, год спустя, он услышал шум и лазь собак за стенами дворца. Он встал и вышел наружу, где увидел волка с волчицей и с ними здорового и сильного волчонка. «Я возьму его», – сказал он, – «и воспитаю, и у меня есть уже имя для него. Пусть он зовет сам Бледдин. Теперь у вас уже трое потомков, и они, трое ложных сынов Гилфайтви, увидят своей доблестью мир. Бледдин Хиддин и Хигдин Хир». И после этого он коснулся их обоих волшебным жезлом, и они брели свой прежний, свой первоначальный облик. «Люди», – сказал он, – «если вы сделали мне зло, то вы искупили его. И за позор, причиненный мне, вы оплатились своим позором. Приготовьте же для них баню, и вымойте их, и оденьте». И это было сделано для них. И одевшись, они пришли к королю. Люди сказали… Люди, – сказал он им, – «вы заслужили прощение. Я дарю вас своей дружбой. Если вы посоветуете, какую девушку могу я приблизить к себе?» «Господин», – сказал Гавидион, сын Дон, – «я с легкостью скажу, что это Ариан Дрот, что это Ариан Рот, дочь Дон, твоя племянница». И ее привели к нему, и она вошла. «О, дева!» – спросил он ее, – «девушка ли ты?» «Я не знаю, господин, кем же я могу быть?» Тогда он взял волшебный жезл и положил его на пол. «Перешагни через него», – сказал он. «И если ты девушка, я увижу это». И она перешагнула через жезл. И тут позади нее вокруг возник золотоволосый младенец, который поднял крик. Услышав этот крик, она выскочила в дверь и по дороге выронила какую-то вещь. Но прежде чем это было замечено, Гавидион подобрал эту вещь, завернул в шелковый платок и спрятал в маленькую шкатулку, что была вделана в ножку его кровати. «Что ж», – сказал сын Матонви, – «я воспитаю этого младенца и дам ему имя Дилан». Мальчик был крещен и сразу вслед за этим нырнул в море. Он был морской породы и плавал лучше любой рыбы. Потому его прозвали Дилан Айлмр. Удар, что оборвал его жизнь, нанес ему его дядя Гафанон. И это был один из трех коварнейших ударов. В один из дней Гавидион лежал в постели и вдруг услышал плач, который раздавался из спрятанной им шкатулки. Он расслышал его, хотя плач был тихим. Тогда он быстро встал и открыл шкатулку. И в ней увидел маленького мальчика, тянущего к нему ручонки из шелковых складок. И он достал мальчика оттуда, взял его и отнес в город, где отдал его на воспитание одной женщины, у которой мальчик пробыл год. И через год они удивились быстроте его роста, ибо он выглядел как трехлетка. А в конце второго года он вырос настолько, что смог прийти ко двору. И когда он пришел туда, Гавидион сам стал заботиться о нем. И мальчик привязался к нему и полюбил как отца. Он оставался при дворе, пока ему не исполнилось четыре года. И в этом возрасте он выглядел на восемь лет. И однажды Гавидион с мальчиком отправились в Каир, Ариан Рот. И когда они пришли туда, Ариан Рот встретила их. «Что это за мальчик с тобой?» – спросила она. «Это твой сын?» – ответил Гавидион. «Увы, тебе? Зачем ты позоришь меня?» «Если для тебя нет большего позора, чем такой прекрасный сын, то ты поистине должна быть счастлива». «Как же его зовут?» – спросила она. «По правде говоря», – ответил он, – «у него еще нет имени. Значит, ему суждено, – сказала она, – получить имя от меня. «Клянусь Богом», – возразил Гавидион, – «ты грешная женщина, и данное тобой имя не может погубить его. Ведь ты солгала, ты не девица и никогда не станешь ею вновь». И он в гневе ударился в Каир Датюл и провел там ночь. И он в гневе ударился в Каир Датюл и провел там ночь. На следующий день он поднялся и, взят с собой мальчика, отправился к берегу моря в Абер-Менуи. И там он сотворил из морской травы корабль, а другую траву превратил в кожи, выделанные самым искусным образом. И затем он поднял на корабле паруса и приплыл на нем вместе с мальчиком в гавань Каир-Ариан-Рот. И там он разложил кожи так, чтобы их увидели из дворца. Он также изменил облик свой и мальчика. «Что за люди на корабле этом?» Спросила Ариан-Рот. «Это сапожники», — ответили ей. «Идите же и поглядите, что у них за кожа и какую работу они могут делать». «И пришли из дворца Агведион в это время красил и золотил кожу. И посланцы вернулись и рассказали об этом Ариан-Рот. «Снимите мерку с моей ноги, — велела она, — и попросите, чтобы они сшили мне туфли». И он сшил туфли, но не по мерке, а намного больше. Они принесли ей туфли, и она примерила их и увидела, что они велики. «Они слишком большие, — сказала она. Пусть этот сапожник вернет плату и сделает другие чуть поменьше». Тогда Агведион сшил туфли гораздо меньше, чем ее нога и отослал их ей. «Передайте ему, что это туфли тоже мне не по размеру, — велела она. И ему сказала это. Он же передал, что не может сделать туфли, пока не увидит ее ноги. «Хорошо, — сказала она, — я сама пойду к нему». И она пришла на корабль и увидела, что сапожник шьет обувь, а мальчик ему помогает. «Приветствую тебя, госпожа, — сказала он. «Храните обувь, — сказала она. Я очень удивлена, что ты не можешь сшить туфли по мерке. Вот теперь я могу сделать это, — сказал он». И тут на мачту корабля сел крапивник. Мальчик выстрелил в него из лука. И пригвоздил к мачте за лапу. Увидев это, она рассмеялась. «А твой енец, оказывается, меткий стрелок, — сказала она. «Да, — ответил он, — и теперь у него есть имя. Отныне он будет зваться Лео Лао Гивс». И тут вся его работа превратилась в морскую траву. И он не смог ее закончить. За это его прозвали одним из троих золотивших обувь. «Ты не мог, — сказала она, — обидеть меня сильнее. И я пока еще не обижал тебя, — возразил он, — и предал себе и мальчику истинный облик. «Что ж, — сказала она, — я предскажу этому мальчику будущее. Он не получит оружия, пока я сама не дам ему. Клянусь Богом, — воскликнул Гвидион, — вопреки твоему коварному предсказанию, у него будет оружие». И они отправились в Динас Динлев. И там он воспитывал Лео, пока тот не достиг совершенства в силе и ловкости. И Гвидион знал, что теперь Лео начнет просить у него коня и оружие. И в один из дней он сказал ему, «Радуйся, завтра мы отправимся на поиски приключений». «Я рад этому», — ответил Веношан. И на другой день они собрались и двинулись по берегу моря к Брин-Ариан. Там они раздобыли лошадей и приехали в Каир-Ариан-Рот. Гвидион изменил их облик так, что они приобрели вид молодых людей, из которых Гвидион казался старшим. Привратник сказал он, «Иди и скажи госпоже, что прибыли барды из Гламоргана». Тот доложил на Риан-Рот. И она обрадовалась и велела позвать их. И для них накрыли стол. А когда они поели, она попросила Гвидиона рассказать что-нибудь. А он был лучшим из рассказчиков. Когда же настала ночь, им отвели покои, и они пошли спать. На рассвете Гвидион поднялся и сотворил волшебство. Тогда по всей этой земле прокатился шум и гром и звуки труп. И позже они услышали стук в дверь. И Ариан-Рот потребовала впустить ее. И юноша встал и отпер ей дверь. И она вошла вместе со служанкой. «Друзья мои», — сказала она, — «мы в беде». «Госпожа», — сказал Гвидион, — «мы слышали шум и трубный звон». «Трубный зов, что же это? Мы не видим волн», — ответила она, — «от множества кораблей, которые полывают сюда с большой скоростью. Что вы можете посоветовать?» «Госпожа», — сказал Гвидион, — «у нас нет другого совета, кроме как доверить замок нам. И мы попробуем обронить его». «Хорошо», — сказала она, — «я дам вам все необходимое для обороны». И она вышла и вернулась с двумя служанками, которые принесли оружие и доспехи на двух человек. «Госпожа», — сказал Гвидион, — «помоги снарядиться этому емыши, а я снаряжусь сам». «Скорее, ибо я слышу шум войска. Я займусь этим без промедления», — сказала Ариан Рот, и полностью снарядила юношу для битвы. «Закончила ли ты свое дело?» — спросил Гвидион. И она ответила утвердительно, — «я готов», — сказал он, — «а теперь снимем доспехи, ибо нет в них нужды». «Как?» — воскликнула она, — «видь нас окружает войско». «О, женщина», — сказал он, — «здесь нет никакого войска». «Откуда же взялся этот шум?» «Шум», — сказал он, — «расстроил твои козни против собственного сына и заставил дать ему оружие без его просьб и унижений». «Клянусь Богом», — сказала она, — «что ты совершил зло, ибо многие лишатся жизни из-за того, что ты сделал сегодня, и я предсказываю этому юноше, что он никогда не женится на девушке из племени людей, живущих на земле». «Поистине» — сказал он, — «ты злобная женщина, но своего ты не добьешься, ибо он найдет себе жену». «И они пришли к Мату, сыну Матонви, и рассказали ему о том, как они добили оружие у Арианрот. «Ну что ж», — сказал Мат, — «мы с тобой применим наше волшебство и сотворим ему жену из цветов». «А Лео вырос прекраснейшим юношей из всех, что жили тогда, и они взяли цвет дуба от Аволги и Ракитника, и сотворили из него прекрасную девушку, и крестили ее святым крещением, дав ей имя Блодьювид. «И они поженились и стали жить вместе. Нелегко прокормить семью, не имея земель», — сказал Гвидион. «Это так», — сказал Мат, — «поэтому я дам ему лучшую долю моих земель». «Динодик», — «теперь это Эйфи, Онит и Орду две». «И Лео выстроил дом вместе, называемым Мур и Кастел на склонах Орду две, и там он жил и правил, и все были довольны им и его женой. И в один из дней он отправился в Каир-де-Тил, чтобы навестить Мата сына Матонге, и тогда он уехал. И когда он уехал, жена его вышла из дома на прогулку и услышала в лесу звук рога. Вслед за этим мимо пробежал олень, а за ним собаки и загонщики. Следом скакал человек на лошади. «Пусть слуга пойдет», — велела она, — «и узнает, кто это». Слуга пошел и спросил об этом. «Это Грона Пебер, владетель Пенлина», — ответили ему. И он передал это госпоже. И этот человек погнался за оленем, и у реки Кенфайл догнал его и сразил. И он пребывал там до заката, разделывая оленя и бросая куски собакам. И на исходе дня, когда солнце садилось, он подошел к воротам дворца. «Он обидится», — сказала она, — «если в столь поздний час мы не пригласим его войти». «Это так, госпожа», — сказали все, — «нам надо пригласить его». И слуги отправились к нему. И он с радостью принял приглашение и вошел в дом. Она встала и приветствовала его. «О, госпожа», — сказал он, — «бог воздаст тебе за твою доброту». Они сели ужинать, и как только Блодью Вит взглянула на него, она не могла уже не думать о нем. И к нему, когда он посмотрел на нее, пришли такие же мысли. Он не мог скрывать своих чувств к ней и открылся. И она возрадовалась, и они завели нежный разговор. Соблазн был слишком велик, и в ту же ночь они легли спать вместе. И наутро он собрался уходить, но она упросила его остаться до ночи. Ту ночь они тоже провели вместе и задумались о том, как они могут соединиться. «Есть лишь один способ», — сказал он. «Это выпытать у Лео, каким способом можно его извести. И тогда мы убьем его». И на другой день он вновь собрался уходить. «Я не хочу, чтобы ты уходил сегодня», — сказала она. «Раз ты не хочешь», — сказал он, — «я не уйду. Но есть опасность, что твой муж скоро вернется». «Завтра», — сказала она, — «я позволю тебе уйти». И когда на следующий день он стал собираться, она не удерживала его. «Помни», — сказал он, — «что я говорил тебе, и узнай от него под видом любви и заботы, от чего может настать его смерть». И той же ночью Лео вернулся домой. И они веселились и беседовали. А когда легли спать, он обратился к ней, но не получил ответа. «Что с тобой?» — спросил он ее. «Здорово ли ты?» «Я думаю», — сказала она, — «о том, что будет, если ты умрешь раньше меня. Благодарю тебя за заботу», — сказал он. «Но пока не захочет Бог, я вряд ли смогу умереть. Ради Бога и меня скажи, от чего может настать твоя смерть, дабы я могла предохранить тебя?» «Что ж, я расскажу тебе», — сказал он. «Меня можно убить только ударом копья, которые нужно закаливать ровно год. И убить меня этим копьем можно только во время воскресной мессы». «Неужели это так?» — притворно удивилась она. «Да», — ответил он. «И меня нельзя убить ни в доме, ни на улице, ни в тешем, ни на конях». «Так, как же тебя можно убить?» — спросил он. «Я скажу тебе», — ответил он. «Нужно сложить для меня баньу на речном берегу, окружив котел с водой плетеной оградой и закрыв его соломенным навесом. Потом надо привезти козла и поставить его в бане. И когда я поставлю одну ногу на край котла, а другую на спину этого животного, всякий, кто застигнет меня в таком положении, может убить меня». «Я благодарю Бога», — сказала она, «что ты легко можешь избежать этой смерти». И вскоре после этого разговора она послала весть о нем Грону Пеберон. Грона начал закаливать копье, и в этот же день, через год, оно было готово, и он дал ей знать об этом. «Господин», — сказала она мужу, «я думаю, что ты верно поступил, рассказав мне все. Но можешь ли ты показать мне, как можно стоять одновременно на краю котла и на спине козла, если я сама приготовлю тебе баню?» «Хорошо, я могу тебе показать», — сказал он. И она послала за Грону и велела ему спрятаться на вершине холма, что зовется ныне «Брин Кефергир». Это было на берегу реки Кинфайл, и она собрала всех коз в округе и пригнала их к реке. И на другой день она пришла и сказала, «Господин, баня для тебя готова?» «Что ж», — сказал он, — «пойдем и посмотрим». И они отправились смотреть в баню. «Будешь ли ты мыться?» — спросила она его. «Конечно», — ответил он, и вошел в баню и стал мыться. «Господин», — спросила она опять, «точно ли животное, о котором ты говорил, зовется козлом?» «Да», — сказала он, «поймай его и приведи сюда». И она сделала это. Тогда он вылез из воды и поставил одну ногу на край котла, а другую на спину козла. Тут Грона сбежал с холма, называемого Брин Кефергир. Встал на одно колено и метнул отравленное копье и поразил Лео в бок так, что древко копья отлетело, а наконечник застрял в теле. Тогда Лео взмыл в воздух во плечи орла и издал крик отчаяния, и никто после этого не видел его. Когда это случилось, они вернулись в дом и эту ночь провели вместе. На следующий день Грона встал и объехал Орду-две, и он завладел этой землей и отправил и правил ею. И Орду-две с Пенелином оказались в его власти. Новость эта дошла до Мата, сына Матонги, и опечалила его, а еще более, «Гвидеона, господин», сказал Гвидеон, «я не найду покоя, пока не узнаю что-либо о моем племяннике». «Что ж», сказал Мат, «пусть тебе поможет Бог». И Гвидеон покинул Каир-датил и пустился в странстве, и обошел он весь Гвинет и Поунс до самой границы и, наконец, пришел в Арфон, где остановился на ночлег в Минаур-Пенарт в хижине бедняка. И когда он был там, в дом вошли хозяин и его семья, а последним зашел в свинопас. «Эй, парень!» спросил Гвидеон, «Вернулась ли твоя свинья?» «Она вернулась, господин», ответил тот, «И уже в свинарнике?» «Куда она уходит поспись?» спросил опять Гвидеон, «Она убегает каждый день, как только откроет свинарник, и никто не видит, где она пасется до самого вечера». «Прошу тебя», сказал ему Гвидеон, «не открывай завтра, свинарник, пока я не приду туда вместе с тобой». «Хорошо, господин», сказал свинопас. И той ночью они спали, а на рассвете свинопас поднялся и разбудил Гвидеона. Тот оделся и пошел за свинопасом к свинарнику. Когда свинарник был открыт, свинья вырвалась из него и побежала прочь с небывалой скоростью. Гвидеон бежал за ней до лощины, которой ныне зовется Нанталео. И там свинья остановилась и стала пастись. Гвидеон встал рядом и стал смотреть, что она ест. Он подбирал падали червей. Тогда он взглянул на вершину дерева и там увидел орла. И когда орел хлопал крыльями, вниз летели черви и куски падали, которые подбирала свинья. И он подумал, что этот орел леву и произнес такой Энглин. Дуб растет между двух озер, красотой урадуя взор. Если я говорю не лживо, то мой сын на его вершине. Тогда орел слетел чуть пониже и уселся на ветку, словно слушая Эгвидеон, сказал другой Энглин. Дуб растет высоко в горах, он схлестом злыми ветрами, но зато не сгонил под дождями мой сын Лео в его ветвях. И после этого орел слетел на самую нежную ветку. Тут глядя он спел еще один Энглин. Дуб красуется в вышине, ветви вытянув над обрывом. Если я говорю не лживо, мой сын Лео придет ко мне. И орел спустился к ногам Гвидеона, который тотчас ударил его волшебным жезлом, и он приобрел свой истинный вид. Никто, однако, не видел более плачевного зрелища, чем этот человек, ибо от него остались лишь кожа до кости. Тогда они пришли плачевно. И лучший лекарь королевства взялись за лечение Лео. И уже к концу года он был совершенно здоров. Господин, сказал Мату, сыну Матомби, пришло мне время отомстить человеку, который хотел погубить меня. Поистине, сказал Мат, ему не уйти от возмездия. Чем скорее я войду в свои права, сказал Лео, тем будет лучше. И они собрали войско Гвинида и двинулись во Рду две. Гвидион шел впереди и был уже в Мур и Кастел. Когда Блогью вид услышала об их приближении, она взяла с собой служанок и поднялась на вершину холма и через реку Кинфайл, они смотрели на приближающиеся войска и пятились в страхе, пока не свалились в озеро и все утонули кроме нее. Ее же вытащил Гвидион и он сказал ей я не стану убивать тебя, но сделаю нечто худшее. Я обращу тебя в птицу и из-за горя, что ты причинила Лео Лау Гивсу, ты никогда больше не увидишь солнечного света и все птицы будут ненавидеть тебя и бить и клевать если обнаружат и ты не лишишься своего имени навсегда отныне будешь называться Блодьювид и сейчас Блодьювид это сова на нашем языке и все птицы враждуют с нею и до сих пор валейцы зовут сову Блодьювид А Гроно Пебер бежал в Пенлин и оттуда прислал послание вот что он передал он спрашивал Лео Лау Гивса может ли он отплатить ему землей или владениями золотом или серебром за свою вину нет клянусь богом ответил Лео единственное чего я требую от него чтобы он пришел туда где стоял в тот день я а я встал бы там где стоял тогда он и бросил бы в него копье и только такую плату приму я от него это передали Гроно Пеберу что ж сказал он он вправе требовать этого мои воины родичи и побратимы есть ли среди вас кто примет этот удар за меня спросила но все они отказались и за отказ принять удар за своего господина они с того дня стали известны как третья из неверных дружин хорошо сказал тогда Грона я принимаю вызов и они вышли на берег реки Кинфейл и Гроно Пебер встал туда где стоял Лео Лау Дивс когда он пронзил его копьем а Лео встал на место где стоял Грона и тогда Гроно Пебер обратился к Лео господин сказал он поскольку лишь по наущению женщине пошел я на это дело заплинаю тебя позволь мне поставить камень что я вижу на берегу между тобой и мной хорошо сказал Лео в этом я тебе не откажу да воздаст тебе бог сказал Гроно и он взял камень и поставил между собой Иллео Иллео метнул в него копье и она пробила камень и его тело так что переломило ему хребет так погиб Гроно Пебер а этот камень до сих пор стоит на берегу реки Кинфайл в Орду с дырой посередине поэтому его называют Лях Гронви и Лео Лау Гивс во второй раз вступил во владение своей землей и правил ею в мире и процветании после же как говорит история он сделался королем Гвинеда и таков конец этой ветви Мобиноби Мобиноби